Привет! В ходе этого урока мы ознакомимся, как можно выводить информацию о погоде в компоненте Weather. Также переходите на сайт itproger.com. Здесь вы найдете этот видеокурс, а также домашние задания, готовый материал и много другой полезной информации. Ссылка на этот урок будет в описании к этому видео. Нам необходимо иметь некую переменную, некий объект, в котором мы будем сохранять все данные, полученные после URL запроса, и потом передавать этот объект в нужные нам компоненты, дальше выводить всю информацию. Для этого существуют специальные state, специальные такие объекты, которые хранят всю информацию в себе. Для того, чтобы создать такой объект, мы его просто здесь в классе прописываем, называем его, например, state, и дальше в этот объект мы поместим несколько значений. Какие мне нужны значения? Во-первых, мне нужно значение температуры, то есть я хочу узнать температуру в определенном городе, я хочу узнать имя города, я хочу узнать country code, то есть код страны, а также я хочу еще узнать восход солнца, его время, и закат солнца, заход, вернее, солнца, тоже его время. Вот эти два параметра. Потом мы их переведем в нормальную дату. Сейчас просто цифры получим. Значит, чтобы такое все это получить, я создаю здесь несколько переменных. И изначально у них у всех будет значение undefined. То есть мы пишем, получается, temp, undefined, и дальше, когда мы будем нажимать на кнопочку, получать данные, то мы все эти значения будем присваивать. Значит, temp это у нас температура, дальше у нас еще city пускай будет, undefined, скопируем несколько раз, оно нам здесь понадобится. То есть изначально у нас просто значения не установлены, поэтому все они будут у нас undefined. Дальше у нас есть country, country, вот так оно пишется, undefined. Соответственно, дальше мы еще запишем sunrise, это тоже undefined, и sunset, undefined, так же будет. И последнее, что мы еще дополнительно допишем, это допишем еще такую переменную, как error, такое значение, как error, то есть это будет ошибка, с ней мы поработаем чуть-чуть позже, когда мы будем уже, ну, в следующем уроке, в принципе, думаю, мы с ней поработаем. То есть, если мы, например, никаких данных не введем, то в ошибку мы будем выводить, что вот вы не ввели никаких данных, соответственно, и ничего не можно найти. Мы прописали с вами state, мы прописали с вами объект, у него все значения не имеют никаких, в принципе, значений, то есть все вот эти перемены, они здесь без определенного значения. И теперь, когда мы будем нажимать на кнопку и получать какие-то определенные данные, то здесь мы будем просто устанавливать все эти значения. Чтобы установить все значения, мы используем this, потому что мы обращаемся к объекту, который находится в этом классе, соответственно, мы должны обратиться к нему через this, а дальше использовать такой метод, как setState. И этот метод, он позволяет нам установить как раз вот этот вот state. Соответственно, здесь мы прописываем круглые скобки, фигурные скобки и в конце еще точку с запятой. И здесь каждое значение мы можем установить, каждое свойство вот этого, каждую эту перемену мы можем здесь ее установить. И это мы как раз и будем делать. То есть когда мы получили уже погоду, мы получили все данные, они у нас находятся в объекте data. Объекты data мы как раз вводим, вот этот весь объект, он имеет все необходимые нам данные. И, соответственно, для каждой перемены, например, для перемены temp, мы будем устанавливать определенные данные. Например, для temp мы берем data, потому что это наш основной объект. Дальше ставим точку и смотрим, где у нас находится температура. Температура у нас находится в main. То есть, смотрите, вот это вот все, весь этот объект, это data. Дальше через точку мы обращаемся к первым элементам. Это у нас main. Вот main. И дальше еще через точку мы обращаемся к температуре, temp. Соответственно, мы так и прописываем. Здесь идет main, дальше идет temp. Ну вот и все, мы получили данные про погоду в конкретном городе. И записали их в переменную, переменную temp. Далее мы берем city, город. Опять-таки, изначально обращаемся к data. Потом мы смотрим, где у нас находится city. Он у нас находится просто как name. Поэтому мы просто ставим точку, name. Все, дальше больше ничего не надо прописывать. Дальше берем country. И здесь также прописываем изначально data. Потом он у нас находится в system. Sys. И дальше country. Соответственно, тоже прописываем sys. И country. Вот. Далее мы берем sunrise. Да, sunrise. Вот. И опять-таки data. Далее смотрим, где он у нас находится. Он у нас находится в system. Sunrise. Соответственно, sys. Sunrise. Вот. И последний мы, в принципе, можно это даже скопировать. Это sunset. 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 Data. System. Sunset. И последний error. Мы его никак пока не будем устанавливать. То есть, это будет просто пустая строка. Потому что мы и так получили все данные. Соответственно, пускай ошибка у нас будет как пустая строчка. Но главное, мы ее тоже установили. Потому что все параметры стоит устанавливать сразу. Если мы уже какие-то начали устанавливать, то все необходимо и установить. Теперь необходимо передавать эти данные в компонент weather. Каким образом это можно делать? Это можно делать при помощи свойств. Точно так же, как мы делали это уже с функцией getting weather. Соответственно, здесь ничего не отличается. Единственное, что я это разделю в несколько строчек. Потому что передавать нам придется все эти данные. А, соответственно, разделю это в несколько строчек. Первый у нас идет temp. Соответственно, так его и прописываем. Temp. И здесь указываем ему значение. Это идет this. Дальше state. Дальше temp. Ну и, соответственно, все. Мы передали значение переменной температуры. И точно то же самое мы делаем для всех остальных. То есть, это для city, для country, к примеру. Country. Здесь, соответственно, тоже country. Country. Вот так. Дальше мы передаем sunrise. Передаем sunset. И передаем еще error. Соответственно, здесь sunrise. sunrise. Вот. Здесь sunset. И последнее. Это у нас идет как error. Ошибка. Тоже пускай ее будем передавать. Вот. Все эти параметры мы сюда передаем. А, соответственно, если мы их уже сюда передаем, то в компонентке weather мы их уже можем здесь принимать. Поэтому компонент с погонной информацией я этот текст удаляю. И здесь могу просто сразу выводить абсолютно всю ту информацию, которую мы здесь получаем. Изначально давайте мы просто пропишем, например, вот так. Мы пропишем this.props.city, к примеру. Ну и сохраним и посмотрим, что из этого просто получилось. В нашем случае получилось вот что. Изначально у нас ничего не отображается. Вот можем перезагрузить еще раз страничку. Ничего не отображается. Почему? Потому что изначально у нас эти все значения, они undefined. То бишь их просто нету. Они пустые все эти значения. Поэтому ничего не отображается. Потом же, когда мы будем нажимать на кнопку, то эти значения уже будут появляться и будет все верно. Например, я пишу London, получить погоду. И у нас выводится именно город. Потому что мы прописали London, соответственно, London здесь и вывелся. Я немного изменил HTML. Теперь мы все выводим в параграфах. Также мы выводим просто текст. Ну и дальше уже сами свойства. Например, город, страна, код страны. Дальше температура. Дальше восход солнца и закат солнца. Причем мы пока будем выводить вот эти вот числа большие. Дальше мы это преобразуем в нормальную дату. Пока мы просто так это будем выводить. Теперь это все сохраняем. И у нас получается вот примерно такая вот штучка. Не совсем это все красиво выглядит. И это надо исправить. То есть, когда мы пока еще не ввели никаких данных, чтобы у нас не выводились все эти значения. Исправить эту ошибку очень и очень несложно. Нам необходимо прописать определенный условный оператор, который будет проверять, если у нас какое-либо значение уже есть. То есть, оно не равно undefined, оно равно какому-либо значению. Тогда мы показываем абсолютно все эти поля. Это довольно-таки простое условие. Единственное, что мы не можем в реакте прописывать условия, как мы привыкли их прописывать. Как, например, в джаваскрипте мы их привыкли прописывать. То есть, мы не можем здесь прописать if, там, например, city, будет равен там чему-либо. Тогда мы будем отображать все. Мы такое не можем прописать. Мы здесь немножечко должны по-другому прописывать. Во-первых, мы должны все в фигурных скобках прописать. Дальше указываем, что мы проверяем this props, соответственно, city, пускай мы будем проверять. Вообще, мы можем любое значение взять, потому что если одно значение уже задано, соответственно, я могу сказать, что все остальные значения будут тоже заданы, потому что они здесь у нас задаются одновременно. Одно задано, значит, остальные тоже заданы. Поэтому будем лишь одно какое-то проверять значение. Итак, если this props city, мы можем просто так написать, а можем еще добавить какую-то проверку, например, равно true, например. Так вот, если оно будет равно true, тогда мы просто ставим знак if. Тогда мы будем все отображать. И вот здесь мы просто уже прописываем весь этот наш код, который мы хотим отобразить. То есть, вот эти все наши абзацы, которые мы хотим здесь вывести, мы их здесь просто бац, берем и вставляем. После чего сохраняем это все. У нас здесь возникает ошибка. И ошибка связана с тем, что я еще говорил в самом начале. Дело в том, что мы должны возвращать лишь один определенный блок. Соответственно, это решается очень просто. Мы указываем, что здесь у нас есть div. И внутри этого div уже находятся остальные div, ну, остальные уже теги. И таким образом, никакой ошибки нет. В начале, как видите, у нас ничего не отображается. То есть, полностью все пусто. Дальше, например, мы давайте введем киев, получить погоду. И мы получаем kif.ua, температура 9 градусов у нас сейчас. Восход солнца пока непонятное число. И заход солнца тоже пока непонятное число. Но у нас все равно остается одна небольшая ошибочка. Если мы ничего не введем в поле и нажмем получить погоду, то у нас будет вообще вот такая вот ошибка выведена. Потому что у нас temperature, ну, мы не можем задать параметр temperature, потому что он неизвестен, потому что мы ничего не ввели в поле. И при этом мы пытаемся обратиться к этой переменой. Соответственно, и возникает ошибка. Значит, нам надо просто избавиться от этой ошибки, сделать так, чтобы когда мы ничего не ввели, у нас ничего и не обрабатывалось. Чтобы исправить эту ошибку, мы переходим в компонент app. Здесь я, в принципе, могу удалить уже console.logdata, потому что он нам попросту уже не нужен. И здесь я прописываю простую проверку. Поскольку это уже JavaScript файл, и здесь находится именно JavaScript, ну, React.js это тоже JavaScript, поэтому я здесь могу прописывать уже условные операторы, именно if, даже могу циклы какие-то прописывать и тому подобные все вещи. Поэтому я здесь просто прописываю как раз условный оператор. В нашем случае это будет проверка на то, ведет ли пользователь какую-либо информацию в поле. Соответственно, я беру вот эту переменную city, вот она вот здесь, и ее просто проверяю. Если она будет равна у нас true, соответственно, тогда мы устанавливаем все абсолютно значения. То есть, как это все происходит? Если у нас city равно true, то есть, если мы что-либо ввели в поле, причем, поскольку мы проверяем на true, то мы можем вообще удалить все эти проверки, это будет аналогичная тогда проверка. То есть, если мы что-либо ввели, ввели там Тиев, Лондон, Москва, например, в текстовое поле, вот, тогда мы, тогда, наверное, даже вот эти штучки можно туда запихнуть, вот, тогда мы обращаемся к URL-адресу, мы получаем данные и устанавливаем все эти данные. Если мы ничего не ввели в текстовое поле, то, соответственно, мы не обращались к URL-адресу, мы ничего не устанавливали, и все значения, которые у нас здесь есть, они остаются undefined, то бишь, не установленными. И поскольку они являются неустановленными, то у нас в компонентке Weather есть проверка, которая проверяет как раз вот эти все свойства, если они неустановленные, то у нас ничего и отображаться не будет, да и ошибок вообще никаких не будет. Поэтому мы можем с вами спокойно сейчас это проверить, например, вот у меня ничего здесь не введено, нажимаем «Получить погоду», и вообще ничего не происходит, то есть не происходит никаких ошибок. Как только я ввожу, например, Лондон, у нас вводятся все данные, местоположение Лондон-Грейт-Бриттен, температура, восход солнца и заход солнца. Теперь же нам осталось лишь перевести вот эти вот цифры в нормальный какой-то определенный вид. Это делается довольно-таки просто, потому что вот эта вот цифра – это timestamp, и ее очень легко можно привести к нормальной дате. То есть это количество секунд с какого-то там года, точно не помню, но где-то это 1970-80 год, ну то есть количество секунд с определенной даты. Вот они здесь отчитываются, и, соответственно, не каждый раз у нас как бы больше будет. И, соответственно, сейчас мы это как раз все сделаем, переведем это в нормальные даты. Менять секунды во время мы будем в компоненте «App». Соответственно, здесь мы прописываем примерно вот такую вот структуру, то есть мы создаем переменную «Sunset», в нее записываем как раз значение «Data System Sunset», то есть вот эти вот количество этих секунд. Дальше создаем переменную с датой, просто это дата, сегодняшняя дата, сюда записывается. Дальше мы указываем, какую дату мы хотим отслеживать, и перейдем в качестве отслеживаемой даты, количество, то есть тех секунд, которые нам нужны. И далее просто получаем в новую переменную, это часы, минуты, а также секунды. Ну и, соответственно, этот «SunsetDate» мы просто вот сюда выводим потом. Вот так мы это сохраняем, пишем, например, «London», и получаем заход Солнца в 22, 24, 34 секунды. Например, пропишем «Kiev» и получим уже другие значения, 22, 24, 26 секунд. Ну, примерно то же самое. И давайте сделаем так, что вместо «Sunrise», то бишь вместо восхода Солнца, у нас будет показатель давления. Поэтому мы укажем его как «Pressure», ну, его название назовем как «Pressure», то бишь давление. Здесь также уже поменяем «Pressure». Дальше у нас оно идет, я, поскольку смотрел, тоже знаю, оно идет «Data», «Main» и дальше «Pressure». Вот. И дополнительно здесь мы также передаем вместо «Sunrise», тоже «Pressure». Ну, вот, примерно так. Здесь у нас теперь уже будет давление. Давление. Давление, да. И здесь вводим именно само давление. Теперь пробуем «London» и получаем здесь уже теперь давление, заход Солнца, температуру, ну и местоположение. Вот теперь так это все выглядит. Довольно-таки уже прикольно. На этом наш урок подходит к концу. В этом уроке мы научились выводить данные, выводить полученные данные на экран, и это уже очень-очень здорово. Так что подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, переходите на сайт itproger.com, все ссылки будут в описании к этому видео. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok